Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! Наверняка большинство из вас знакомы с таким популярным способом ловли, как ловля на поплывок. Тем не менее, с этого видео мы начинаем цикл передач под общим названием ловля на поплывок, в котором мы расскажем о всех тонкостях и премудростях ловли на эту популярную и классическую снасть. Видео это в первую очередь предназначено для начинающих рыбаков, для юных рыбаков, для тех, кто первый раз в руки хочет взять поплывок и попробовать этот увлекательный и динамичный способ ловли. И по традиции мы начнем с описания типов и видов удилищ, которые применяются при ловле на поплывок. Как и в любом другом виде ловли, все удилища конструктивно для ловли на поплывок разделены на два вида. Это удилища телескопические, у которых колено складываются одно в другое и, конечно же, штекерные удилища, у которых колено в стык вставляется одно в другое. Количество колен может быть разное, например, в телескопах удилища могут состоять из 8, 10, 12 колен и занимать очень мало места в собранном виде. В других же телескопах, как видите, длина может быть достаточно существенная, она может достигать метр тридцать, метр пятьдесят. Это приводит к тому, что удилища существенно легче и уменьшается в диаметре комель самого удилища, поскольку каждое колено, оно имеет большую длину по сравнению с такими вот короткособирающимися удилищами. Штекерные удилища также могут состоять из четырех, из трех, из двух, из большего количества колен, в зависимости от того, какого класса удилища, какой длины и кто производитель. Но есть одна особенность, которая разделяет поплывочную ловлю на два противоположных лагеря. Это ловля на глухие оснастки. Это относится к удилищам, на которых нет колец. Это так называемая глухая удочка. Суть ее в том, что оснастка всегда равна длине удилища. Если удилище, допустим, 4 метра, то и вся оснастка также будет длиной в 4 метра. Крепится оснастка обычно на таких удилищах прямо к вершинке. Для этого есть специальные коннекторы, которые устанавливаются на вершинке, либо привязываются за колечко, которые присутствуют на вершинке удилища. Это так называемая ловля маховой удочкой, либо ловля с глухой оснасткой. Второе направление в поплавочной рыбалке это ловля со скользящим поплавком. Соответственно, удилища для такой ловли обязательно должны быть с кольцами, с катушкодержателем. Они подразумевают установку катушки и заброс оснастки на далекие расстояния. Помимо того, что поплавок в таком случае можно забрасывать на далекие расстояния за 20 метров, такой способ ловли со скользящим поплавком позволяет ловить на глубине, намного превышающей длину удилища. Это достигается использованием скользящего поплавка, о которых я расскажу в одном из следующих видео. К тому же, такой способ ловли позволяет ловить не только на глухих водоемах, на озерах, но также на течении. Это так называемый способ ловли баллонкой, когда поплавок отпускается по течению на протяжении некоторого расстояния. Но об этом мы тоже расскажем в одном из следующих видео. Итак, обобщу все вышесказанное. Удилища для поплавка бывают как штекерные, так и телескопические. И два разных направления поплавка это ловля с глухой оснасткой и ловля со скользящей оснасткой. Удилища для глухой оснастки всегда идут без колец, а удилища для скользящей оснастки всегда идут с кольцами и катушка-держателем под катушку. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди будет еще много интересного. Всем удачи, пока!